Это видео записано для сайта Экзегет. Сегодня мы с вами рассмотрим содержание пятой главы книги Деяний Святых Апостолов. Первый сюжет, к которому мы обратимся, это случай с Ананием и Сапфирой, который описан в пятой главе в стихах с первого по одиннадцатый. Мы с вами помним из тех характеристик, которые Святой Лука дает жизни первых христиан, что христиане имели все общее, что они всем делились друг с другом. И предыдущая четвертая глава заканчивается примером того, как один киприанин по имени Варнава, это будущий апостол Варнава, который будет спутником апостола Павла в ряде его путешествий, миссионерских трудов, что Варнава продал все свое имение и положил к ногам апостола. Понятно, что те средства, которые он отдал апостолам, они не переходили в собственность апостолов. Апостолы распределяли их между всеми нуждающимися. Это не было пожертвование лично девенадцати ученикам Христовым. И вот в пятой главе, как бы в продолжении этого рассказа, наряду с положительным примером приводится и пример трагический, пример отрицательный, как двое супругов Анании и Сапфиры продали свое имение, но часть денег утаили и отдали в христианскую общину не все средства. И, как мы читаем из повествования, эти супруги были наказаны за это преждевременной смертью. Конечно, это повествование может вызвать и трепет, и даже у кого-то и негодование, Но, тем не менее, вот этих слов невозможно выкинуть из всего контекста книги Деяний, и мы должны воспринимать то, что мы читаем, так, как оно есть. Действительно, этот случай печальный и скорбный, и, наверное, он нуждается в каком-то особом осмыслении и объяснении. Святой апостол Петр произносит следующие слова, что то, что вы продавали, не в вашей ли власти находилось? То есть, со стороны этих людей не было никакой необходимости отдавать в христианскую общину абсолютно все. То есть, даже продав имение, они имели возможность пожертвовать столько, сколько они считали необходимым. Более того, что продажа имений не являлась условием вхождения в христианскую общину. Как мы помним, апостол Петр ставил только одно условие – покайтесь, и только потом докрестится каждый из вас и получит благодать Святого Духа. Конечно, этот случай невозможно объяснить банальной жадностью, или в таком случае эти люди, они бы не стали ничего продавать. В чем же здесь заключался грех Анании и Сафиры, который святой апостол Петр определяет как ложь самому Богу? На самом деле, здесь наряду со всей трагичностью момента все достаточно просто. Эти люди, будучи людьми несовершенными и в чем-то даже, можно сказать, порочными, решили прослыть людьми святыми и праведными. Вот в чем заключалась эта ложь. То есть ложь состояла не в сокрытии определенного количества средств. Это то, что лежит как бы на поверхности, это уже как бы следствие самого греха. А то, что у этих людей созрел определенный план. Они хотели, оставаясь, в общем-то, по сути, не преображенными, не измененными, они захотели славы праведников. И вот действительно апостол Петр определяет этот грех как ложь самому Богу. Потому что никогда нельзя лгать ни самому себе, ни Богу. Если ты грешен и несовершенен, надо сознаваться в этом несовершенстве и принимать это как есть. И уж ни в коем случае нельзя выдавать порог, облекая в его влечину праведности. Это один из самых страшных грехов и, наверное, именно тот грех, который всегда у людей вызывает наибольшее отторжение, наибольшее противление. Мы так не любим религиозных лицемеров. Мы не любим проявления ханжества. Мы не любим, когда человек, строго судя других, внешне выглядит благочестивым. На самом деле внутренне предается различным порокам, втайне как бы смеясь над остальными. Мы, может быть, сочувствуем всегда грешнику, мы радуемся праведнику, но никто не любит лжеца и лицемера. И именно в той ситуации, когда, скажем так, в жертву лицемерию отдается именно такие важные для человека вещи, как духовная жизнь, как святость и как личный путь человека к Богу. И в данном случае мы не можем сказать, что это апостол Петр определяет смерть этих людей. Нет, ни в коем случае. Апостол Петр здесь является таким скорбным пророком. Он предсказывает и супругу быструю кончину, и жене, которая, как оказалось, всячески поддерживала ложь своего супруга. И, как сказано, великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Да, это очень серьезный и очень болезненный пример, который, тем не менее, может быть, и нас с вами научит никогда не лгать самим себе, быть честным пред Богом и перед людьми. Мы даже можем представить себе такую фантастическую ситуацию, что если бы этот случай не открылся, и, возможно, бы вот эти супруги Анани и Сафира вошли даже в свяцы, и мы бы сейчас почитали как святых, как праведников Первой Церкви, а на самом деле мы бы возвеличивали ложь и лицемерие вот этих людей. Вот что могло произойти в конечном счете. Очень страшно ошибиться в определении человека как праведника. Очень страшно осознавать, что тот человек, которого ты почитал и примеру которого ты хотел следовать, на самом деле оказался лицемером и лжецом. Мы не знаем будущей участи этих людей. Возможно, что вот такая безвременная кончина, она тоже промыслительна в жизни вот этой супружеской пары, и, возможно, что Господь еще не произнес над ними своего окончательного суда, потому что по молитве апостолов, по молитве Церкви Господь дает прощение многим даже отчаявшимся и закоренелым грешникам. Продолжение следует...